В Exemplate мы продолжаем играть в мод Кайзерик, ой, это не Кайзерик, In the Name of Tsar, во имя царя, за Российскую империю. В прошлой серии мы повоевали с Персией, с Афганистаном, купили Аляску, вот, и в этой серии мы будем, наверное, всё-таки воевать с Японией, я думаю. Ну, отменил я всё-таки оправдание на Железногвардейскую Румынию, потому что уже 79 мировой напряжённости, а пока мы будем оправдывать, он вступит, возможно, в Рейхспакт, в Берлинский пакт, извиняюсь. Потому что это всё равно национализм, патронализм, тут уже Австрия есть националистическая, поэтому вступит туда, и у нас будет проблема. Мы ещё пока воевать с Германией не готовы. И ещё Югославия, смотрите, как она разрослась, захватила Болгарию. Вот, но сегодня, может быть, мы будем воевать и с Турцией, и ещё будем воевать с Японией, возможно. Вот, и давайте всё-таки, да, действительно, помните, был ивент позапрошлой серии, в первой, ой, то есть, ну да, во второй, во второй, во второй серии, в прошлой, получается, был ивент. То, что мы сотрудничество с Великобританией. Но и нам должны были дать Сомали-Энд. Британская Сомали, по-моему. Ну да, Британская Сомали нам должны были дать, да. Вот это вот нам должны были дать. Сомали-Энд нет, потому что это Италия. А вот это вот точно нам должны были дать. Ну а мы взамен должны были независимость Польши дать. поэтому давайте сделаю отпустим польшу штейт с трансфером толом я сделал границы польши красивые часть отдам полякам часть себе уголиться и долл до мере заберу ну еще соединенное королевство заберу давайте дать независимость отпустить как марионетку вот королевство польша получается с игнатием отцыцким уже патроновисты лично и давайте отдадим полякам краков который готовится отдадим из-за лезия тоже давайте отдадим поляк вот а это мы заберем себе пожалуй вот эту буковину львов и станислав вот так вот принципе получается не надеюсь вам нравится границы и потом мы тоже неплохо сделаем когда с германии по воюм еще польша будет выглядеть более круто но еще нам надо будет забрать вот так вот молдавию будет быть будет тут границ так неплохо просто пока сделаю так границы сына нам надо с румынами будет воевать потом пока он дадим так вот и теперь забираем сомали что нам это обещали передать да все так все вернули как должно быть так давайте закупимся резиной голландского стынди агентство все работает отлично я думаю красиво получилось тоже реально фокус был как-то за какой-то странный он как бы обещали отдать и мы должны были дать независимость почвами ничего не произошло но неплохо что у нас есть теперь вот такая вот польша ну и действительно пускай будет польша независимая тоже так считаю это вот такая вот такой будет михаил 2 романов у нас добренький царю ну давайте начинать тогда готовится к войне с японией и может быть готовится еще войне с турции посмотрим британия объявляет войну нидерландам война продолжает расти после отказа британского ультиматума прекратить торговлю с германией у нидерландов не было иного выбора кроме как искать защиту у германцев после начала великой войны королевство нидерланды объявил нейтралитет хотя германия до сих пор уважала его соединенное королевство было вынуждено использовать любые средства чтобы сорвать военные действия германии нептун милосердный в общем ну тут союзники получается сами объявили войну немцам здорово немцы бы тоже уже скоро объявили войну но началась вторая мировая война вот так вот достаточно интересно ну будем наблюдать за этим вот видите я же говорил сейчас уже 80 нам мировой напряженности пока мата действительно был же румынии вступила бы 10 раз в этот немецкий пакт поэтому нам пока войны нам не нужно как-то так испанская коммуна тоже капитулирует здорово давайте сейчас мы возьмем расходство огневой мощи доктрину и возьмем рассредоточенную промышленность сейчас реорганизация кранки произойдет то что тоже даст достаточно хорошо чем сейчас на бельгию нападут и тогда франк франции будут проблемы большие вот уже люксембрук присоединяется колен союзников и германской империи объявляет ему войну но мы нам остается только смотреть смотреть что происходит ну и сейчас вот войска вот подводит подвожу и бельгия вот уже тоже война начинается сейчас подойдут наши войска маньчжурской границы я думаю надо пока есть возможность япония отличена мы сможем неплохо тот скажем прорваться и высадку потом в тыл японцем сделаем достаточно успешного я думаю будет русско-японская война номер два построим пока инфраструктуру везде мы фокус сейчас подождем когда изучится и посмотрим куда дальше будет будем идти в общем давайте возьмем сейчас восстановить царград пойдем вот этот фокус проклятые турки украли у нас совет во время восстания млада турок но это неважно нам нужно восстановить этих постановить поставить этих турецких уродов на место царград снова будет нашим и может быть мы возьмем немного больше возможно побережье черного моря в общем забираем и ждем 56 дней только вот интересно турции ты не вступит в немецкий блок если вступит то это проблематично потому что ну это будет очень плохо я надеюсь что нет и мы справимся с этой тоже можешь сказать войной дивизию них мало поэтому будет и она так-то легко будет их продавить вот так давайте подготовим план монархе ему тоже дадим приказ на анкару идти вот так вот в общем ждем когда этот фокус изучится и начинаем войну с турцией а вот и королевство югославия объявляет войну греции вот это интересно ну югославия хочешь короче все балканы чтобы югославии чтобы было югославия по всем балканам но еще она просит нас в альне просится в альянс что ж давайте вступим в этот то есть пригласим ее в альянс сегодня врачи константировали смерть короля португалии мануэля 2 после госпитализации в 1932 году и и у его величества начались проблемы с дыханием теперь сыной будет пройти его сын дуарте 2 который как ожидается вступит должность на следующей неделе несчастье ну что ж соболезнование королю португалии новому и возвращение короля в испании против испанской республики подвело свой народ в эти отчаянные времена правительство испании нужно найти символ силы единства что может быть достигнута только одним возвращением короля хуана 3 на его законное место короля испании ахуан третий а тут альфонс странно но в общем беда у французского союзников французской армии уже нидерландские и немецкие войска уже находятся у парижа сейчас с минуту на минуту возьмут тесно нас пустят но нет они хотят приглашать в эту войну ну и ладно но плюс что мы их пригласили в альянс мы заберем тут вот этот вот кусочек и дерны у них себе чтоб границы тоже были неплохие вот поэтому ну типа это нам вся нового очень важный союзник будет на балканах чтобы противостоять румынии противостоять австралии австрийской империи то очень нам пригодится фронт будет вот такой вот хороший разные фронты и немцам и австрийцам будет тяжело с нами сражаться если они на нас нападут ну и мы если нападем на них вот фокус уже скоро выполнится пока мы можем александра колчака взять решающие сражения вот и ждем когда фокус все-таки изучится и мы нападем на тур ну что же война то есть фокус был выполнен и у нас есть доступная цель войны на турцию но еще можем взять с родителем на морские базы и потом будет претензии на крит мы сможем его принципе забрать себе но это если мы успеем конечно хотя нам могут его и передать югославцы посмотрим что произойдет ну давайте объявлять войну сейчас сохранимся подождите сейчас сохранимся то что мало для чего произойдет ну я надеюсь что все-таки немцы не призовут никого то есть турки не вступит к немецкий альянс и мы справимся все наступление начинаем вот я думаю будет простое наступление для нас хотя не везде ничего пробьемся где-нибудь рано или поздно все равно начали давить потихоньку где-то окружен вот этим дивизии сейчас чатся на успевают они подвести войска ну вот тут мы прорвались нескольких местах неплохо давайте давим дальше падение парижа вот эту жизнь уже капитулирую франция падет скоро все равно у нас не совсем везде получается продавливать на ничего давайте сейчас окружим две турецкие дивизии постараемся с нашим войска не везде хотят слуги идти наступление это плохо ну сейчас вот эту провинцию сейчас попытаемся взять тут гор поэтому тяжело так сражаться ну хотя бы турки не вступили то есть турки не вступили в немецкий блок этого хорошо разырум попытаемся штурмовать но вряд ли у нас удастся вряд ли это получится до наступление конечно у нас очень неприятное пробуем тут надавить 90 вроде было бы блин была хорошая сейчас атака но все на не удается 93 94 давай 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 сейчас пробьемся должны пробиться отлично пробились ну хорошо давайте попробуем здесь пробить где-то где это возможно может попробовать дать призовем югославов в эту войну чуть-чуть турки отвлеклись вроде наступает но и теряют блин греции бы поскорее ладно наступление надо остановить наступление у нас не получается будем ждать когда капитулирует греция и тогда попробуем еще одно наступление провести так германское соглашение ой давайте попробуем что нам даст способ воссоединения германии я слышали германия хочет вернуть свое слово они должны быть остановлены попробуем смотреть что нам даст это германское соглашение но я не понимаю это даже не пакт на не нападение какое-то странное соглашение не ясно что нам это даст но франция капитулирует это однозначно но будем ждать когда греция капнет лишь попробуем давайте может объявить войну фесалия но уже долго нет может быть конечно югославцы нас призовут странная конечно война но да ладно очень ждем когда капнет греции вроде греции они пробили но она еще не капитулировала потому что столица на крит перешла но ничего вроде все югославы наступают на турцию может и нам удастся наступать как то ну давайте попробуем я с одной артиллерой применить ну а что то вообще нет успеха только надежда на надежда на на югославцев только они смогут может что-то сделать вот германское соглашение изучилась есть война с германией потом и что он дальше хорошо дать пока возьмем милитаризованные школы давайте добить этих турков тут главное чтобы они тут укрепились и взяли потом стамбул до стамбул берут отлично это красится в наш куда вы уходите нет 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 куда же они ушли из стамбула то вы чё сейчас заберут стамбул ну придурки что не творят что же они творят то ну давайте еще раз попробуем вот тут хотя бы где 80 разрум надо попробовать взять что-то тут жопное конечно так вот это вот местность он не чего качество нашего союзника великолепно они вступили в немецкий пакт ой загрузить давайте загрузим чёрт ой уж мать придется что-то еще сделать я не знаю блин печаль ну как-то сейчас быстрее прорваться я не знаю как это сделать все-таки как-то мы смогли победить турцию все-таки как-то фух слава богу и грецы капитулировал до вступления в германию слава тебе господи так восходная австрийская тактика интересно что изучает австрийский компромисс у него да интересно что это ему даст и у него что еще Словения против да есть против Австрии получается цель войны да и еще анекси против Италии нет министры и далмацию хочет забрать но интересно главное чтоб это не сейчас произошло прямо но поделили в общем как-то так забрал я все-таки измир потому что тут были претензии на на ну российские да бурсу забрал все-таки чтоб было ну тут как бы Константинополь и бурса вот так вот были ну и забрал Кезан и Дерна вот и забрал еще Крит Кипр Крит ну всякое такое ну а кстати Кипр можем сделать и марионеткой почему бы и нет Крит это будет как база а Кипр будет нашей марионеткой и мы туда будет наш курорт восточный союз пускай будет почему бы и нет Кипр будет достаточно интересно можно было бы и греться но Югославия не хочет вот это поэтому будет как база так же как и Игейские острова плюс еще хорошая новость Ирак вступил в наш союз попросился я его конечно же взял почему бы не взять тут давайте посмотрим по ресурсам тут есть нефть тут как бы есть немножко британцам им приходится отдавать да не не показывает что это такое но все равно есть нефть почему бы нам это не взять такого союзника себе вот Турция получалась получилась вот такая почти как и вы просили но я еще вот вам скажу можете может быть из МИД забрать Кастасум Кастамону Кастамону и Самсун чтобы Черное море принадлежало нам но ладно давайте не будем так делать поэтому будет не так красиво ну что же куда нас еще приглашают никуда больше войну мы не ведем ну еще еще плюс синьдянь просился в мой альянс но я не буду давайте все таки ну потом 90 дней мы потребуем себе а у нас есть фокус в принципе у нас есть на это фокус вот китайско-российская альянс либо интервенция в Яркент но наверное все таки интервенцию в Яркент вот у нас есть маньчжурский потом инцидент давайте будем готовиться к нему ну а пока я подведу войска войска на маньчжурскую границу и начнем войну с Японией в этой серии а с Германией уже наверное все таки в следующей серии ну что ну вы сами понимаете либо мы будем наверное все таки помогать Черчиллю возвращаться на Германию в Германию ну то есть возвращать Францию своего союзника в общем давайте встретимся когда начнем воевать с Японией в общем вот я выполнил фокус маньчжурский кандидат вот это может ну до русской давайте прочитаем до русской маньчжурский 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 и маньчжурский дипломатов дипломатов и ну это вообще просто это край это вообще издевательство какое-то над нашими людьми так еще давайте давайте самолет подведем ну вот прям вот сюда да не давайте вот сюда лучше в общем ну что ж здесь вроде одна дивизия потом поэтому давайте начинать тут мы вроде пробиваем Иван Конев пробивает этим японцы какую дивизию Главное там быстрее все это взять а нет плана у Рокоссовского это плохо поэтому давай это боже выбрать все дивизии давай пошли на чаньчунь объявляем тут атаку давайте погнали давить манчжурию так в общем здесь у нас войска идут ну в Таюхару мы забираем сейчас южный Сахалин Сахалин будет нашим зашибись так ну и давайте вот еще тут подготовим войска извините так в общем сейчас мы подготовим будем готовить войска на высадку на высадку в Японию так давайте сюда зайдем так тут исследуется всякая ерунда так ну не ерунда конечно все равно давайте ядерные исследования возьмем атомные да так все готовим высадку в Японию так куда тут лучше высаживаться наверное вот сюда и 70 дней она будет готовиться в Манчжуре вроде мы наступаем ой манчжуру русскую манчжуру призвать забыл давай Кирилл Владимирович вступай так вот я дурень да и Монголию не призвал дурачок давайте все призываем всех сейчас я буду удалять лишние вот это вот то что нарисовала здесь давайте наступаем конечно же так сюда мы тоже можем вроде как пройти давайте будем пытаться Японию давить сейчас думаю с Японии у нас проблем здесь не будет просто давим их вот уже они сопротивляются нам о заходим в Чанчунь танки вот это у нас Шаньян можем взять пробовать ты вот сюда идешь красавчик нравится как они давят неплохо сейчас мы разберемся с этими уродами Чанчунь берем ей так и наступим берем Шаньян и вдаль они мы в порт Артур едем так ты тоже наступай не 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 лучше вот вот так вот пролить в в харбин надо зайти так тут сюда дивизии идут наши так тут мы уже можем наступать на корею во факту то да да мы тут поможем сейчас а этот давай надолянь сразу давай отсюда танк бросаем так тут просто мы добиваем окружение так манжур рекапитулирует отлично тут надо просто с войсками разобраться додавить закрыть эти все окружения так на пхеньян давай наступаем как там высадка 35 еще дней промышленное планирование взяли теперь давайте централизованную контролируемую экономику возьмем или либерализация ну нам просто нужна вот тут внешне я взял либерализация экономика самое лучшее для экономики но мы возьмем централизованную контролируемую экономику то что на военные нужды это нужно давай даем давим давим надо заканчивать с этими тут очень жестко потому что так так хорошо сейчас надо все переделывать тут адское все подлагит ну в общем сейчас подготовлю наступление на Корею потому что ну вот сами видите что тут происходит ну и высадку тоже подготовим и вам обязательно это покажу ну а пока мы можем военную экономику даже поставить и давайте средние танки тоже возьмем а тут такой вот такой вот ивентик мирное соглашение с Японией мы достигли нашей цели Маньчжурия находится под нашим контролем Япония предлагает мир как мы должны ответить да будет так подписать соглашение это будет заключен мир с государством Япония будет заключен мир с государством Маньчжурская империя государство Корея станет марионеткой государства Российская империя станет владельцем Российской империи станет владельцем региона Южной Сахалины получит контроль станет владельцем региона Даляне получит контроль российская Маньчжура тоже получит там ха интересно если нам Южный Сахалин отдает японшки и Курилы бы отдали бы еще было бы круто но я не знаю вот с другой стороны хочется и завершить мир мирное соглашение взять а с другой стороны завоевать может быть Японию выездка у нас готовится все равно до конца уж войну доведем там более наши выгодные условия это выгодные условия действительно все таки может быть подписали бы да но ну не знаю если Германия бы нас уже начинала бычить то конечно бы я подписал сейчас мир вроде пока она не бычет поэтому давайте попробуем вся Япония будет наша это прирост базовой поддержки войны нам даст давайте посмотрим сколько у Японии войск их войск мало флота наверное многовато поэтому давайте все таки не бывайте тут вся Япония должна принадлежать нам давайте тут уже в принципе не так жестко осталось железногвардейская Румыния вступает в альянс Берлинский пакт и Германия обосновывает цель войны против нас блин великолепно а мы еще воюем с Японией ну да ну там точно фокус блин фокус то будет идти блин а тут надо было подписать так подожди загрузить 1 ноября да давай все таки подпишем мир с Японии потому что Германия сейчас будет бычить все таки начинает да ты будешь нам предлагать мир то нет мирное соглашение с Японией давайте да будет так подпишем мир а может сейчас воевать с в принципе все равно получили не так то и мало с Японией уж мы потом уже до конца разберемся империя Чусон это наша марионетка российская Маньчжория получила тоже территории неплохо да бог с ними с этими Курилами ладно давайте не будем уж Курилы потому что сейчас действительно начнется война с Германией и будут у нас большие проблемы запись идет запись идет сейчас наверное вот завершим война с Японией нормально прошла мы так то победили Порт Артур наш Корея наша марионетка российская Маньчжора получил много территорий ЦИН получил почти ни хрена а мы еще получили южный Сахалит себе причем это все наши национальные ну а Япония будет конечно она будет воевать с союзниками тут а я знаю почему она еще мир попросила потому что вот мы воюем с союзниками она воюет с союзниками ну и нам это выгодно потому что действительно сейчас начнется вторая ну то есть Германия будет нападать на нас нам надо будет с этим разбираться вот с кайзером Вильгельмом ну благо у нас Польша фронт тут будет не такой огромный у нас вот мы до Польши я не буду долго приглашать наверное там надо прикрыть фронт во-первых тут с Австрией и прикрыть фронт с с кем? с Румынией конечно ну еще и югославцы тоже будут нам помогать Александр I поможет в общем давайте посмотрим как выглядит наш Восточный Союз он выгодит круто Балканы наши почти кроме Албании и Румынии ну это мы разберемся Ближний Восток почти наш кроме вот Сирии и британских колоний и Саудской Аравии с Йеменом и Оманом в Азии мы тоже укрепились Корея наша Маньчжурия вся наша Монголия наша Синьцзянь будет потом нашим и конечно же мы вернули свои земли это такая месть японцам была а Курилы хоть у нас есть претензии мы можем в любой момент им навалять в любой момент вот как то так ну поэтому давайте завершим эту серию эта серия была долгая дольше чем обычно ну и интересная была очень крутая серия победоносная и с Турцией повоевали и с Японией в общем все отлично поэтому подписывайтесь на канал ставьте пальцы вверх и знайте что самое интересное еще впереди thank you guys всем удачи и пока 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 пока